Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Чадо, прощаются тебе грехи твои! Такие слова, дорогие братья и сестры, мы с вами сегодня слышали из евангельского чтения. Что легче, Иисус Христос спросил книжников и фарисеев, сказать, прощаются тебе грехи или встань и ходи? Каждый может сказать, прощаются тебе грехи, а что дальше? Простились грехи или не простились? Кто докажет? Кто покажет? А Христос показал. Встань и ходи! Он встал и пошел. А не мог до этого. Значит, грехи простились. Значит, кто был Он? Царь неба и земли. Сын Божий. И как видите, дорогие братья и сестры, причиной болезни этого человека был что? Грех. До грехопадения человек не знал болезней, не знал скорби и печали. Но как только человек впал, преклонив свою свободную волю к злу, появились и болезни, и скорби, и печали. Грех. Это, конечно, страшная вещь. В ту минуту, когда пали наши прародители, он внес расстройство во все душевные и телесные силы человека. Грех стал причиной всякого зла. Мало того, создалась стена, преграда между Богом и человеком. Диалог вступил во власть. Он стал хозяином человека. Слышите? Он стал хозяином человека. Что такое грех? По объяснению святого апостола Иоанна Богослова, если возьмете Евангелие, от Иоанна, первое послание, глава 3. Там написано, что грех есть беззаконие. Когда меня спрашивают, что такое грех, я очень часто говорю на проповеди, вы знаете уже. Я говорю, грех это все то, что человек делает против своей совести. В чем его обличила его совесть, причем она делает тут же это. Это и является грехом. И вот этот грех, как грубая оболочка окутывает нашу душу, препятствует проникновению в нее божественной благодати. И тогда мы становимся черствыми, мрачными, малоспособными к добродетелю, к доброделанию добродетеля. Сегодня святая церковь празднует память святителя Григория Полоны, архиепископа Фессалоницкого. Всегда в это воскресенье, второе воскресенье Великого Поста Григорий Поломан. Всегда. Почему именно сегодня ее церковь празднует? Мы с вами сейчас услышим. Святитель Григорий жил в 14-м столетии в Византии. Некоторое время он подвязался на святой горе Афон и был игуменом Афонского монастыря Есфигмен. Это, наверное, один из греческих монастырей. Святитель Григорий, как и все православные отцы, учил о необходимости молитвенного подвига об очищении сердца, ибо только чистые сердца Бога узрят, как мы с вами поем на литургии. Только чистые сердца Бога узрят. Вот почему сегодня нам, Святая Церковь, предлагает это евангельское чтение, предложило о грехе. Причиной всего является грех человека. Задача наша состоит в целомудрии, в хранении ума и сердца от всего греховного. Святой Григорий Палама также учил о высоком достоинстве человека. Подумайте, Господь сотворил человека по образу и по подобию Божьему. Как могут и как могли коммунисты в свое время учить, что религия только принижает человека, делает его рабом, потому что так удобно священникам держать людей вот там, где-то внизу, или помещикам, или капиталистам, да кому угодно. Держать их темными, ничего подобного. Человек призван к Боговоподоблению. Бог создал человека, как вы знаете, по образу и по подобию своему. Грехопадение повлекло за собой повреждение образа Божьего в человеке. Вот что человек сделал. Через покаяние, смирение и молитвенный подвиг человек становится способным к принятию Божественной Благодати. Когда я учился в семинарии, подошла ко мне одна девушка и говорит мне, почему нас называют рабами Божьими. Мне не нравится это слово. Я не хочу быть рабой и рабыней. Мне пришлось мне примерно час где-то гулять по монастыре там и объяснять ей, что такое раб Божий. В двух словах раб Божий это чадо Божие. Дай Бог, чтобы каждому из нас Господь сподобил быть его рабом в Царстве и Небесном. Быть наследниками, жителем Царства Небесного. Люди, когда подходят, которые понимают, что такое раб Божий, они с такой гордостью, я бы даже сказал, с такой охотой называют себя раб Божий. Оказалось, что потом эта девушка, она поступила на регионские курсы, пошла в монастырь и приняла монашество. Я ее лично знаю. Вместе с преподобным Григорием Синаитом, святителем Григорий Понома понимал спасение человека, как его обожение. Каким высотам человек призван самим Богом, церковь ему только помогает в этом, к обожению. Что может быть другого? Только в таком состоянии, только в таком состоянии возможно познание единого Бога, который является источником бессмертия и источником нашей жизни, если хотите, потому что он вдунул в человека дыхание в жизни. Бессмирение, молитва и поста не может быть у человека вот этого духовного роста, богоуподобления, или даже просто духовного делания. Молитва. Что такое молитва? Мы часто задаем себе вопрос, что такое молитва? Человек молится. Молится, да? Говорят, молитва – это беседа с Богом. Согласен. Если на этом поставить точку, то это будет недостаточно. Святой Григорий Паламан говорит следующее. Молитва – это веселье чистой души, соединенной с Богом. Христианин, очистивший ум и сердце, обретает неизъяснимый покой и радость, и его осеевает благодатный свет. То есть молитва – это не просто машинальное перечитание молитв утренних, вечерних, или любой молитвы. Или даже побывал на службе, во время которой успел побывать и на Украине, и в России, и вспомнил все свои молодые похождения. Машинальное перечисление слов. То есть перечитал, закрыл книжку и доволен, пошел на работу. Или еще включил мониторфон, прослушал очень не молитвы. Можно и не молиться. А вот это, я вам говорю, постоянное хождение, пребывание перед Богом. Чувство его, что он со мной всегда. Вот как ребенок со мной, перед моими глазами, так и я перед Богом. Его постоянное ощущение. То есть вот это, это называется, у святых отцов это называется умная молитва. Не от слова «ума», не от слова «ум», там, образование. Нет. Умная молитва – это когда ты своим умом и всем своим существом соединен с Богом постоянно. Вот висишь в воздухе и держишься на этой веревке. Вот ваш, опустишься и упадешь. Вот это молитва. Еще раз почитаю, как учит Григорий Паламат. Молитва – это веселье чистой души. Когда человек веселится, правда ему хорошо? Он где-то в компании выпил, закусил, как хорошо. Благодать какая. Ну, какая это благодать? Извиняю, благодать. Для души, для всех. Нормально. Мы все через это проходим. Человек радуется, доволен, счастлив. Это веселье. А это веселье чистой души, соединенной с Богом. Христианин, очистивший ум и сердце, обретает неизъяснимый покой и радость. И его осеявает благодатный свет. Вот что такое молитва. Подобным божественным светом сияли все святые. Поэтому на иконах они изображаются с нимбами вокруг головы. Посмотрите на любого святого, начиная с Божьей Матери. Я уже не говорю о Спасителе. Нимбы на голове. Эти нимбы – сияние небесного света, которыми святые были исполнены за любовь и верность Господу. Теперь мы понимаем, почему нимбы пишут вокруг головы святых. Потому что этот свет, небесный свет, он изливался. Как преподобного Серафима Саройского, когда он говорил с Матавиловым, Матавиловым видео. Ты хочешь видеть, что такое благодать? Да, хочу. Он сам ему расскажет, что такое благодать. И вдруг Матавилов увидел, что лицо преподобного засияло. И он воскликнул с радостью и со страхом великим, что наконец-то он понял, что такое благодать. Это все то, о чем мы сейчас с вами и говорим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!